Привет, дочка. Привет всем, да? Ну говори, в чем проблема, что случилось? Ты знаешь, что на улице у нас сегодня вчера, в доме 29... Возле дома 29, ага. Очень сложная проблема, там очень сложно переходить дорогу. Не переходи, там по тротуару страшно ходить. Я знаю, что ты все время переживаешь, когда со школы идешь, там переживаешь, да? Это там балка, машины вниз-вверх, тротуар рядом с проезжей частью, и страшно, что машина может выскочить. Я правильно понимаю? Еще, когда идешь от той стороны, то тротуар очень узенький. А с той стороны узкий тротуар, понятно. Значит, смотри, мы можем сделать таким образом. Мы можем написать два письма двум людям. Первый человек, это депутат нашего района, Иван Диденко. Ты его видела в школе, он приходил, вам мячи дарил, помнишь? Потом он еще что-то... Сертификат вам дарил 1 сентября. Он очень много помог в ремонте школы летом. Иван Диденко, это мы все отлично знаем. Кто хочет знать, тот знает, а кто не хочет знать, тот не знает. И второе письмо мы, наверное, давай напишем сразу заместителю местного головы с пытань жилищно-коммунального господарства Алексея Григорьевича Чепурку. То есть вот такие два письма мы напишем, а я их отнесу. Пусть они попробуют что-то сделать, чем-то нам помочь. Почему? Потому что мы не знаем, что там можно сделать толкового. Мы не инженеры с тобой, правильно? Они просто должны принять какое-то решение. Ну что, кому будем первому писать письмо? Ивану Диденко. Ивану Диденко. Хорошо. Это наш депутат Минской Рады. Значит, открываем депутаты. Сейчас смотрим, чтобы мы правильно все написали. Вот. Диденко Иван Владимирович. Так, пиши. Вот тут, как бы раздели. Вот отсюда начинай и пиши вот сюда, вот сюда. Это шапка называется. Да. Депутату Минской Рады. Пишем украинской мовы. Где? Вот тут ниже. З повагою. З великой? Да. Заступнику Минской Главы. Вот тут еще, да? Да, вот так же там обращение. Чепурко. Чепурко. Давай ниже вот тут начинай. Ага. З великой еще. Да. Это фамилия. Чепурко. Че. Пурко. Пух. О. О. Олексию. О. О. Олексию. О. Олексию. Два письма есть? Два письма есть. Вот таких два письма написала Лиза. Значит, завтра я буду заниматься эти письма. Постараюсь отдать лично в руки Алексею Григорьевичу, Ивану Владимировичу. Ну, будем надеяться, что они наведут порядок по требованию Лизы. Да? Да. Как ты считаешь, наведут, получится у нас? Да. Ну, мы будем пробовать, а там будет видно дальше. Всем удачи. Пока-пока. Ну, вот такое обращение от Елизаветы к вам. В надежде на то, что все получится так, как она просит. Ну, хорошо. Принимайте решение, пожалуйста. Спасибо. Мы еще будем обращаться к депутату нашему Ивану Диденко. Хорошо договорились. Я думаю, что вместе с вами мы увидим там колено. Спасибо большое. Ну, у меня сейчас удача такая. Я случайно в городе встретил депутата городского совета Ивана Диденко. Ну, сейчас письмо от эксперта Лизы буду передавать ему. Добрый день, Иван. Добрый день. Тут эксперт Лиза. Эксперт Лиза. Вам передала вот такое письмо. Ага. Значит, подобное письмо мы уже отправили, принесли Алексею Григорьевичу Чепурко. Теперь вам, да. Действительно, эксперт Лиза. Почерком эксперт Лиза. Да, да. Пожалуйста, она просит... Вместо Ладу на тротуаре за адресу улица Гончара, будинок 29. Это вот там, где машины проскакивают. Там уже убрали немного, но еще просит Лиза какое-то ограждение сделать. Это как раз мой ОТУ. Да. Значит, а можно с экспертом изучать более детально, обсудить, как она видит все-таки ЛАД, что в ее понятии ЛАД? К сожалению, она не специалист. Мы с ней обсуждали, она до конца не знает. Она просто хочет, чтобы не страшно было проходить там, чтобы машина наверняка ее не сбила. Хорошо. Я думаю, что мы сделаем таким образом. Я с Алексеем Григорьевичем, потому что это его профильное направление. Обсуживаю этот вопрос, каким образом можно решить данную проблематику. Но я думаю, что в ближайшее время, если даст Бог погодные условия будут запустывать, то этот вопрос будет решен. Спасибо большое. Спасибо.